Звук поставим на всю и автоматически выставляем ракурс. Здесь всё по-настоящему. Сегодня во дворовом клубе «Звезда» проходит в мастер-класс по видеосъёмке в рамках весеннего лагеря «Юность». Максим Малышев в образе. Он сегодня из-за пирата Джека Воробья, из-за преподавателя. Учит детей снимать и монтировать. Сейчас в его телефоне буквально свежие кадры, которые юные полевчане сделали сами. Мы готовы за нашу юнку вам отдать вот это. А чтобы в итоге получился красочный двухминутный ролик с неподдельными эмоциями, нужно, чтобы всё было натурально. Так сказать, живые кадры. Поэтому Джек Воробей так увлёкся своей ролью, что не выходил из образа даже во время интервью. Дети были ключевым звеном. Они и снимали фильм, у меня был свой оператор среди них. Также они монтировали. И также они участвовали в съёмках, то есть были актёрами. Не факт, что все они станут профессиональными операторами, но то, что в эру современных технологий, тиктоков и селфи уметь обращаться с камерой нужно, определённо да. Мне понравилось снимать, я была пирата с ним. Мне понравилось, когда мы снимали фильм. Почему ты не сможешь? А ты кем был в фильме? Я там буду везде, конечно. Ну, который говорит по другому языку. Думаешь, что-нибудь попробуешь с ней? Ну да. Что, например? Ну, драма. Я обычно снимаю танцы, обычно просто пою песни. Дворовый клуб «Звезда» – одна из площадок, где свои мастер-классы в рамках лагеря «Юность» проводит Центр развития творчества имени Павла Петровича Бажова. Уже давно известно, что здесь любят придумывать развлечения для детей, которые ещё и таланты раскрывают. Этот год ознаменован годом науки и технологии, поэтому удивлять мы будем и удивляли этим. У нас очень насыщенные дни. У них буквально есть минут по 15-20 свободного времени, чтобы подготовиться к какому-либо мероприятию. Я думаю, что дети, выйдя с этой смены, узнают много нового, но и думаю, что им не будет скучно. Во всяком случае, на сегодняшний день это именно так. Конечно, им будет весело, ведь творчество наряду с инновациями идут рука об руку. Заглянем в шестой кабинет. Сегодня здесь учат экспериментировать с тканью. Берут лоскутки и на каждый наносят разные жидкости. Отбеливатель, воду, подсолнечное масло. Реакция разная. Все ткани её впитают, кроме этой военной. Также мы изготавливали фликерные значки, потому что дети сейчас все являются у нас участниками дорожного движения. Особенно в каникулярное время риски, возможно, увеличиваются. Тем самым мы ещё раз проговариваем с детьми необходимость фликерных значков. И у них был очень большой интерес изготовить его самим. Мы задекорировали его. И торжественно их объявили участниками дорожного движения и вручили эти значки, прикрепив их к их одежде. А ещё во время лагеря дети учатся моделировать. Сейчас как раз идёт занятие. Сегодня они рисуют, но уже завтра школьникам предстоит работа посерьёзнее. С вами завтра будем конструировать катапульку, будем испытывать её в действии, запускать снарядами. Будем устраивать соревнования. У кого дальше будет? Да. Отлично. А пока одни моделируют, снимают и экспериментируют, другие готовят для детишек из лагеря «Юность» творческий сюрприз. Театральные миниатюры, объединённые в спектакль. Это студия «Дети дождя», где занимаются любители сцены и перевоплощения. Руководит процессом Наталья Ушакова. Пользуясь случаем такой большой удачи на лагере «Юность», который сейчас запустился весной, конечно, артисту нужен живой зритель. И это такой подарок нам, чтобы мы выступили и на зрителя. И вот мы сегодня показываем такой спектакль, мини-спектакль, называется он «Горожане», где будут этюды, ребят, такие рабочие моменты, которые были когда-то рабочими, а сейчас в обрамлении стали маленьким спектаклем. У меня роль учительницы. Она должна быть прямо такая? Да, она должна быть прямо такая. А что ещё должно быть в учительнице, в идеальной? Грациозность, строгость и, конечно же, красота. Вот что, вот сейчас Соня будет перевоплощаться на ваших глазах. Мы наденем паричок. Соня, держи виски. Наденем паричок. И дальше она уже там наденет очки. Ее нужно только оставить в покое, чтобы она вжилась в образ. Меня зовут Мисс Бобинц. Я преподаю музыку, литературу и, конечно же, русский язык. Лагерь дневного пребывания «Юность» будет работать до конца недели. За это время юные полевчане смогут узнать о современных инновациях, сделают не один десяток поделок и, возможно, обретут новое хобби. А потом у них будет ещё несколько дней, чтобы подготовиться к школе. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости 11 канала.